Спрашиваешь у кого-то, ты верующий? Он отвечает «да». Затем спрашиваешь его, что такое иман? Не знает. Ты приверженец сунны? Говорит «да». Спрашиваешь, что такое иман у аглю сунна валь-джама'а? Не знает. В определении имана у аглю сунна валь-джама'а, прошу Аллаха сделать на связях числа, необходимо присутствие пяти вещей. Произнесение языком, убежденность в сердце, деяние сердца, деяние частями тела. Иман укрепляется при повиновении Аллаху и ослабевает при его ослушании. Обязательно должны быть эти пять вещей. Слова, дела, убеждения, повышается и понижается. Кто-то говорит своим языком все, с чем пришел шариат, но не убежден в этом в сердце. Является ли такой верующим? Кто знает? Говорит все, что говорит шариат, но в сердце в этом не убежден. Такой является лицемером. Это лицемер в своих убеждениях, такой в нижайшем уровне ада. Хорошо, второй вопрос. Убежден в сердце во всем, с чем пришел шариат, но не произносит своим языком. Является ли такой верующим со слабой верой, или же он между верой и неверием? Таковыми были предводители неверия. Фараон был таким, Иблис был таким, Абуджагль был таким. Доводом этому являются слова Аллаха. Они отвергли их, но глубоко в душе они были в них убеждены. Если он убежден в своем сердце, что ему мешает произнести это своим языком, в то время как он может разговаривать. Обязательно в определении имана должны присутствовать слова, дела, убеждения, и то, что иман повышается и понижается.